Это чайник-ингалятор, совмещенный с специальной игровой зоной. Ингаляция – это древний и очень эффективный способ лечения простудных заболеваний. Им лечат тазелит, бронхит и назмур. Взрослые к нему часто прибегают, к этому способу, но дети его боятся, потому что он им неприятен и пугает. У меня возникла идея сделать игалятор, который будет для маленьких детей привлекательным. У меня есть маленькая сестричка Танечка, ей сейчас 3,5 года, и она отчасти тоже меня вдохновила на эту идею. Я хочу создать устройство, которое будет полезным и для нее, и для других мышек. Так как проект создается для детей, то при работе надо было учить рекомендации педиатров. То есть специалисты советуют, чтобы расстояние от человека до ингалятора должно было не меньше 20-30 сантиметров. Ингаляцию надо делать 1-2 раза в день и по 3 минуты где-то. Ингаляции бывают влажные, тепловлажные и паровые. Но детям ингаляции с горячей водой противопоказаны. Поэтому желательно, чтобы не было сильного нагрева воды. Значит, взрослые часто, чтобы сделать ребенку ингаляцию и удержать его на одном месте, придумывают разные игры. Поэтому я хотела скомбинировать и ингалятор, и игровую зону специальную. То есть ребенок будет играть и не замечать того, что на него дуют лечебные масла. Он внутри разделен на зоны специальной водостойкой перегородки из пластика. Значит, здесь находится вентилятор, который гонит воздух. А здесь будет находиться емкость с лекарством. Сама перегородка нужна, чтобы защитить вентилятор от коррозийного воздействия влажного воздуха. Значит, здесь есть окошко, в нем специальные дырочки. Это для того, чтобы воздух в вентилятор поступал, а он дует уже отсюда. Я исследовала многие вентиляторы, и я в итоге пришел к выводу, что лучше всего будет один маленький. И все это будет питаться от солнечной батареи. Это будет такой тренажер для руки. То есть представьте себе проволоку, и по ней надо провести колечко, не задев ее. Знаете, наверное, такой тренажер. Вот. Значит, пока колечко не задевает проволоку, звучит музыка. Когда задевает, то музыка перестает играть. Но ребенка, у него такая психология, что надо в конце что-то особенное сделать. И когда колечко опускается на специальный конус, то замыкается вторая цепь, и загорается лампочка. Я сейчас хочу исследовать эту лампочку, чтобы понять, как ее вообще использовать, и какое длине нужно напряжение. Вкратце говоря, сколько всего можно сделать, используя простую солнечную батарею? У них головы полны совершенно фантастических и очень интересных идей, которые мы бы, наверное, сами бы и не придумали. И это вот огромное удовольствие доставляет увидеть, что ребенок в очередной раз придумал что-то феноменальное. Одним из основных факторов, мешающих внедрению этого, является неготовность к психологии людей. А психологию человека надо готовить с детства. Поэтому мы сейчас начинаем уже готовить новых людей, так сказать, с новой психологией, с начальной школы.